И снова здравствуйте, мои дорогие Кристаллики! С вами снова Кристалл, продолжаем наш Кэтсофон, так как предыдущая серия собрала 2000 лайков. Ну и предыдущая серия, ребята, мы с вами встретились о том, что мы уже неплохо так продвинулись, дошли до Золотой Лиги уже, и это супер-классно. Сейчас будут уже золотые детальки нам падать, плюс я достаточно неплохо продвинулся, я уже скоро буду на втором месте в самой конкретно Золотой Лиге, уже вот здесь вот и буду получать после этого золотые, а точнее не золотые, а супер-кейсы. Чё-то много золотых сегодня всяких вещей. Ну да ладно, Золотой сегодня день у нас, походу. Так, ну да, останется мне победить ещё раза два-три, наверное, и тогда я уже точно буду здесь, скорее всего, да. В общем, посмотрим, а пока что пойдём в чемпионат, глянем, чё там да как, какие у вас новые противники, с кем мне придётся сражаться, кого же мне придётся одарить, насколько же они страшные. Так, есть ли здесь какие-нибудь кристаллы? Нет, 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 не вижу никаких кристаллов, есть только Андрей какой-то. Ну ладно, окей, поехали сражаться. Первый противник у нас, значит, такой, но зато я умею стрелять в задницу, и поэтому я от этого, от таких внезапных нападений защищён. Пока что вроде неплохо, первые два боя выиграли, но думаю, что я скоро столкнусь с чем-нибудь неприятным, наверняка будет кто-то очень мощный. Вот этот товарищ, например, достаточно неслабый, да, у него стоит, чёрт побери, мощный лазер, поэтому он мне победство надирает. Ну что, АЕКа победили, ну в целом-то я уже бы мог скипнуть так-то, но посмотрю, какие ещё есть противники. Урон, урон, хп, хп, пока что вижу основные свои проблемы. Это урон и хп, которого у меня не достает. Да, поэтому будем сейчас что-то придумывать. Блин, господи, у них реально по урону, по хпшке здесь гораздо красивее, гораздо опаснее всё. Мне золотые детальки нужны. Ух ты, клёво смотрится с двумя золотыми пилами, но сзади ко мне не подойдёшь, сзади я умею отстреливаться от всяких засранцев. Ух ты, у него как колёса оторвало. Видели, нет, когда он крутился, у него прямо их реально перекосило. Ну, близнецы крутая штука, конечно, за счёт того, что можно позади себя уничтожать противников, и единственное, что нету каких-нибудь близнецов, которые стреляют вообще во все стороны. Типа вверх, назад, вниз даже. Было прикольно. Вообще, в четыре стороны бы стрелял, а лучше вообще во все стороны. Вот тогда бы было бы круто. А ещё б дробовиков сюда каких-нибудь, ещё что-нибудь так. Тут перешли, ребята, следующую эту. Понятно. Короче говоря, работаем мы над хп, работаем мы над дэмэджем, получается. В общем, сейчас посмотрим. Так, кстати, да, надо лайк поставить. Такой же, как и вы стоите на мои ролики. Куда-нибудь вот сюда поставлю. Блин, его плохо видно. Чёрт, надо как-то красиво его поставить. Здесь будет видно? Надеюсь, что да. Ну, вот так хотя бы немножко видно, и на удачу мы этот клевер поставим. Текс! Что сейчас можно нам придумать? Самое главное. Ракетницы есть, но ракетницы, понятное дело, слабее, чем мои вот эти, потому что на этих стоят бонусы, и лучше прокачивать ракетницы дальше. Чем, наверное, я и думаю, займусь. Либо же прокачать корпус, либо открыть скейс. Довольно много всяких задач. В общем, ладно, посмотрим. Пока что давайте вот так прапаем нашу вот эту вот самую прекрасную пушку. И поднимем ещё немножко дэмэджа, потому что мы можем! Почему бы нам этого не сделать? Так что давайте апать, 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 апать. Сколько уровней будет? 20 уровней получается, видимо, у этой пушки, да? Тогда окей, прапали. Да столько-то ещё импульс можно прокачать. Так-то импульс клёво зашёл. На самом деле, мне импульс даже понравился лучше, чем реверс, потому что что-то мне казалось сначала, что реверс будет лучше, а на деле импульс даже неплохо смотрится, когда на меня налетают чуваки с пилами. Я их быстренько отхидываю от себя, и они получают неплохих таких люлей. Так, окей, это прокачали до десяточки. Давайте колёса теперь прапаем. Хочу просто хп себе добавить. Пока что без бустеров. Просто добавить их себе каким-то таким-то образом. У нас скутер на 5 звёзд, поэтому нормально. Скутер менять не надо. Единственное, что может ролик только поменять. Ролик у меня на 4 звезды. Если есть 5-звёздочный ролик, лучше поставить 5-звёздочный ролик. Понятное дело. Так, здесь тоже бонусы. Пока что мне не падало ничего супер крутого в плане бонусов, поэтому мне особо-то и интересно получается смотреть какие-то другие детали для себя. Если бы выпали колёса, которые дают бонус к урону какого-нибудь, я бы хотел такие колёсики, но полагаю, что мне такие не дропнутся. Так, а есть ролики у меня на 5 звёзд? Я вот не помню. Нет, роликов на 5 звёзд пока ещё нет. Тогда давайте все оставшиеся наши колёсики вольём именно уже в это колесо. И так, нет, такие лучше не вливать. Слишком уж они слабые, получается. Вообще почти ничего не апают. Лучше которые с бонусами и с всякими другими приколами. Так, 4-го уровня. Да, деталью 4-го уровня я жертвую. Во имя всех богов, видимо. Так, это тоже жертвую. А стоп, это разве не прокачанная? Это должна была быть деталька. А это прокачанная? Нет, не прокачанная. Просто у меня было вроде колёсико, которое хоть как-то было прокачано. Ладно. В общем, вот такой вот у нас скутер получился. Жизнь я себя добавил. Это классно. Не помню, есть у меня какие-то ещё усилители кроме энергии. По-моему, нет, да? Угу, угу, угу. Такс. Ах, надо какой-то бы, конечно, новый катер прямо. Вообще крутой-крутой бы, чтобы был. Но что-то вот как-то детальки у нас конечно совсем скромные. Не то, что бы хотелось бы, не то, что бы надо нам. Ну что, давайте-то все пятизвёздочные. Какие детали есть, корпусов я добавлю ещё в свою вот эту ракетницу, чтобы урон всё-таки, говорю, был. Насколько я могу поднять, настолько и подниму. Потом кейсики открою какие-нибудь, и может быть что-то ещё дропнется. Так, короче, ладно, пускай пока так. Давайте один кейс откроем, посмотрим, что там. И я думаю, что за лапки я всё-таки прокачаю сейчас ещё и близнецов. Так, жало золотое, нормально, но не то, что мне нужно. Так, ладно, лучше быстренько это прокрутить. Комета, кстати, выпала золотая, видел. Ракетница новая, близнецы новые, лазер, катер, импульс, ролик. Кстати, ролик был ещё и бонус атаки появился. Хорошо, тут два крепления на этом, на космосе, там луноходе или как он-то назывался. Короче говоря, так себе, два крепления на предметы и одна на оружие. Ну, это куда нам это используется? Ролик зато пятизвёздочный и скутер пятизвёздочный. Ой, шкив, точнее, пятизвёздочный. Ковшик. Ну, в целом, вроде, неплохо. Есть пятизвёздочная именно ракетница. Вот это круто, да. Так, ну, правда, насколько ж она сильно крутая тогда. Так, 1200, 1900, 1200, ну, фиг его знает. Даже не знаю, что на самом деле здесь будет поэпичнее смотреть с пятизвёздочной ракеты. Хотя, в любом случае, мне нужны близнецы, которые назад отстреливают. Хотя, мне не хватит энергии на пятизвёздочный. Поэтому, ладно, пойдём лапки тогда, прокачаем. Лапки, лапки, лапки. Иди у меня за лапки. Мы прокачаем близнецов. Как я уже говорил, что я подниму дэмэдж за них, потому что тогда я могу и близнецов ставить спокойно, и ракетницы. Так что всё, оки-доки. Ну-ка, сколько урон прибавился? 234. Ну, немножко возрос урон. Может быть, это как-то мне поможет сейчас. Пойдём в бой, посмотрим, что-то изменится или нет. Так. Пью. О, у него тоже клевер стоит. Тоже на удачу надеяться, да? Как и я. Нет, ничего не изменилось конкретно в этом бою. Надо было ещё бонус атаки одеть. Что-то я про него забыл. Ладно, поставим чуть позже. Или прям сейчас лучше поставить. Давайте прям сейчас лучше поставим. А то, мне кажется, без него я так и буду сейчас на месте топтаться. Я хочу пройти уже до второй золотой лиги, потому что мне нужны поинты для второго места в нашей самой вот этой вот лиге. Чемпионаты лиги, я их всё время одинаково называю. Наверное, это кого-то путать может. Так. Ставим мы тогда бонус на верхнюю ракетницу. Она всё-таки помощнее будет, поэтому мы на неё запульним сейчас этот бонус. И будет 643 атаки. И вот так вот мы их меняем местами, чтобы нормально стреляло. Потому что это близнецы, они должны быть как бы получше в плане стрельбы у нас, если будут стоять сверху. Хотя, если на меня кто-то напрыгнет, тогда, может быть, реально близнецы стояли... Близнецы лучше бы стояли сверху. Ну, в общем, ладно. Окей, сейчас смотрим, чё, как пойдёт. Если всё идёт как надо, гладкое, то ладно. Так. Ну, этого мы победили. Ура! Значит, всё ещё хорошо у нас. Не всё потрачено. Так. Этого откинули, но как-то всё равно он мне победил, хотя и лазером промахнулся. Ну, ХП... Нет. Слушайте, хотя урон решает у меня всё-таки. Угу. 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 Пока что так. Пока что всё у нас вот так. Ммм... Ну, чё вы такие дерзкие-то, а, ребята? Ну, Господи. Мне не хватает жизни, мне не хватает атаки. Ладно. Пойдём, откроем сразу несколько кейсов. Хочу себе прямо жёсткий бонус накрутить. Так. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Всё. Открываем гигантский ящик. Пошёл. Т-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Давай быстро прокручиваем. Золотую ракетницу мне бы. Вот было бы круто-то. Но золотая ракетница мне не дропнется, потому что эта игра меня так сильно не любит, чтобы не сдавать те вещи, которые я хочу прямо сразу с первого раза. Так. И ещё один ящик. Я на бустер. Я открываю контейнеры сейчас, чтобы бустеров получить, поэтому поэтому открываю контейнеры. Если вдруг вы не знаете, зачем я вдруг это стал делать. Так. Ещё золотой шкив выпал. О, золотой ролик. Неплохо. Походу, есть какие-то полезные вещи. И как раз и атакой хп выпало. То, что мне как раз не хватает в данный момент. Так. Шикарно. Два хороших кейса, на самом деле, выпало. А сейчас мы сделаем одно доброе дело. Или же хорошее. Так. Золотой ролик. Где у меня золотой ролик? Золотой ролик это супер важно. Золотой ролик должно давать вообще неплохо. Сколько я помню, шкив даёт уже много первого. А золотой ролик-то 1800 даёт. Сразу это тысяча... Это 1500-1800. Чувствуете сразу разницу, да? Золото всё-таки эпичное. Так. И мы сразу грейдим его. Деталью девятого левела до второго. Но нормально уже. Хотя бы один уровень он уже решает. Так. Следующее. Чё у нас? У нас есть какие-то усилители для пилы. Для пилы оба, да? Нам не для пилы надо. Нам надо для ракет наших желательно бы какой-нибудь более ультимативный бонус. Но мне кажется, что круче, чем вот этот импульс, я уже не найду. Так. Луноход бонус. Вот, кстати. Четырёхзвёздочный. На неё почему тысяча урона? Видимо, разброс всё-таки какой-то есть, оказывается. Я всегда думал, что все ружья копят друг друга. Но нет. Может выпасть что-нибудь поэпичнее. У этого энергии больше, да? Чем больше энергии, тем она более мощная и убойная получается по итогу. Был бы ещё у нас какой-нибудь корпус нереальный. Вот тогда вообще супер было бы. Так. Ну что? В целом как-то вот так вот у нас есть. Пойдём бустеры тогда напялим на себя, да? Попробуем посражаться теперь вот так. Сейчас у нас хп-шки должно хватать. И атаки, в принципе, будет немало. Поэтому нормально. Так. Бустим мы пока что вот эту ракетницу. Давай в тебя. И также вот сюда добавляем ещё. Так. Нормально. Теперь у нас десяточка хп. И надеюсь, что этого хватает, чтобы победить. Давай. Игра. Давай. Пусть мы победим. Ладно, хоть без бонусов энергии комплектов мне не падает. А то в прошлый раз реально одни комплекты энергии валились. Когда кейсы открывал, сейчас хотя бы хоть что-то годное хочет падать. Так. Ну всё равно не хватает. Блин, ну всё равно не хватает-то, господи. Немножко не хватает буквально. Там совсем-совсем-совсем копеечка. Окей. А с остальными... С остальными ещё немножко атаки не хватает. Как я замечаю. Ещё и урона не хватает. В общем, к следующей серии я уже конкретно себя забущу по урону. И надо будет реально хорошо так прибавить. Где-то надо будет 7 тысяч урона, наверное, и день 13 тысяч хп. И тогда я спокойно прохожу до второй золотой лиги. А до карбона не знаю, конечно, как я буду проходить. Но надо до карбона будет тоже пытаться проходить. Там уже много-много-много всяких других приколов. Но выгляжу я прикольно на своём танчике. Мне нравится, как золотое колёсико, как будто из импульса уезжает. И такая форма интересная получается у нас. Ну что, бой 13. В итоге я победил, значит, в 12 боях из 14. Нормально, но это не повышение, ребята. Это не повышение. Первое место, но не повышение. Ладно, ребята, на этом эту серию заканчиваем. Если она понравилась, ставьте лайки. Больше лайков, больше роликов по Кэтс будет выходить сегодня. Так как у нас сегодня Кэтсофон, каждые 2000 лайков выходит новая серия. Если вдруг вы не знали. И если вам понравились мои ролики, то можете на меня подписаться. Я всегда рад новым подписчикам. И также, если вы уже подписаны или только подписались, можете на колокольчик нажать, чтобы не пропустить дальнейшие ролики. И также есть ВКонтакте, Твиттер, Инстаграм у меня. В описании все ссылки. И другой стрим-канал ещё. Тоже в описании ссылочка. Присоединяйтесь, подписывайтесь и того подобное. Всё, удачки. Скоро с вами снова увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok